Добрый день, это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлёв. Владимир Вениаминович, добрый день. Здравствуйте. Правительство Кировской области намерено вернуть налоговых мигрантов. Радостная новость. Ну, она, вы знаете как, она правильная. То есть мы все понимаем, что если бизнес здесь, на этой территории, занимается как бы деятельностью, зарабатывает деньги, соответственно, он должен здесь и платить налоги в полном объёме, ну и желательно, чтобы он тратил здесь деньги. Первый зампред губернатора Александра Чурин рассказал, поделился, что собираются сделать. Ну, во-первых, он повод обозначил, почему собираются встречаться с налоговой службой, потому что уже даже резиденты особой территориальной зоны, да, социально-экономического развития в Вятских Полянах сообщают о повышенном внимании налоговых органов. То есть те самые резиденты, которым обещаны были льготные периоды и прочее, да, которые заманивали этими льготами, они жалуются. Что говорит Чурин? В ближайшее время мы проведём расширенную встречу с представителями контрольно-надзорных органов региона, в том числе УФНС по Кировской области. Нам важно удержать тонкую грань между соблюдением законодательства и обеспечением условий для бизнеса. Это вообще реально сделать? Ну, во-первых, я рад, что этой темой озадачился Александр Анатольевич Чурин. Ну, это на самом деле он, конечно же, цитирует Игоря Васильева и говорит, что... Я понимаю, нет, очень важно. Вот я всегда смотрю, кто возглавляет какое-то направление работы. Во-первых, он сам бизнесмен, он сам испытал все как бы тяготы, условно говоря, занятия бизнесом в России. То есть он поднял завод Сельмаш, я не побоюсь этого слова, несмотря ни на что там. Сейчас пытается как бы реанимировать завод 1 мая. И он все знает по наслышке, то есть он и не малый бизнес, и средний, он более крупный такой бизнес для региона. И, соответственно, он как бы знает все нюансы. Здесь то, что эта проблема лежит, возвращение наших вот этих резидентов обратно в налоговую, в налоговую платежку в регион, это важная. Это как бы задача сегодня регионального плита и регионального правительства. Хочу сказать, что она не простая задача. Эта задача, вы знаете, такая, вот я тоже об этом давно думал. И вот, чтобы предложить, вот чтобы предложить, чтобы люди возвращались обратно. И почему многие люди ушли отсюда? Ну, это там несколько. Первая, конечно, наверное, экономическая. А вторая, у нас многие годы, я считаю, последние лет 10, особенно фон политический, он был несправедлив. А бизнес, он чутко реагирует на это. Сегодня, разговаривая там с многим представителем бизнесмены, я лично знакомый, общаюсь, они мне как бы постоянно задают вопросы, говорят, ну, когда закончится коррупция? Да надоели эти уже. Вот сегодня политика, которая ведется на городском уровне и на региональном, по крайней мере, велась при Никите Юрьевич Белых, она была несправедлива. То есть, о чем мы говорим? Очень много отдавалось пермикам. А местный бизнес оставался как бы в стороне, и это все, все это было очевидно, и это влияло на фон. И сегодня вот новой власти, правительству и области и администрации города необходимо прежде всего, как-то мы тогда, Игорь Владимирович Васильев когда был на выборах главы города, я в своем выступлении сказал, что нужно применять, выработать правиль, понятное правило игры. Он не понял этого термина. А правило игры, вот есть законодательство, но оно не выполняется. И правило игры, да. Давайте, ребята, мы прежде всего, и это нужно во главу угла поставить, мы приоритеты даем местному бизнесу. Почему? Вопрос очень, он прост. Ведь мы больше вкладываемся в своих собственных детей, правильно? Нет, погодите, а если, хорошо, а если будет обратная ситуация, когда к нам начнут заходить бизнесы из других регионов, ну, регистрироваться здесь и платить налоги здесь, мы что, будем их пинками, что ли, выгонять? Ну, вот смотрите, какая ситуация. Что такое наш бизнес? Это кто такие наши? Бизнес, который здесь работает, прежде всего, это не обязательно, не национальный, там, это по месту регистрации. И он здесь платит налоги и, самое главное, выполняет какую-то социальную нагрузку, особенно относится к крупному бизнесу. Итак, здесь работает, здесь платит налоги, выполняет социальную нагрузку. Вот, вот посмотрите, например, у нас есть Лукойл Пернефтепродукт, да, есть там ЧПСК движение. Мы знаем, что у них сегодня есть нормальные обороты, а какую социальную нагрузку они несут. Или, например, магнит, пятерочка, у них колоссальные обороты, они в некоторой степени повлияли на то, что наши местные сельхозпроизводители, которые достаточно, это наша гордость, страдают от того, что они не могут попасть на сети и, соответственно, на своем собственном регионе получить доступ к покупателям. Поэтому с ними нужно работать, это нормальная работа, правительство региональное. Я прошу прощения, это немножечко, мне кажется, это касается, конечно же, той темы, которую я хочу, чтобы вы прокомментировали. Но, тем не менее, жалуются предприниматели именно на повышенное внимание налоговых органов. Больше того скажу, в материале бизнес-новостей, который называется «Крик предпринимателя, почему продолжают кошмарить бизнес», там директор стиплекса в Яцких полянах Вячеслав Царек, он как раз говорил, что непосильная нагрузка налоговая не только в Кировской области, в России, но в Кировской области в особенности. И когда мы, и вы сами рассказывали, когда говорили о том, почему нас убегают и перерегистрируются компании и фирмы, говорили как раз о том, что очень тяжелая ситуация с налоговой. Нет, вы знаете, я в 98-м году учился в Германии, в президентской программе, почти 10 месяцев там находился. Я сделал работу, сравнительный анализ налогообложения в сфере предпринимательства, на тот момент, правда, в России и в Германии. Я вам хочу сказать, по сравнению с Германией, там пресс в десятки раз больше. То, что было положено на бизнес, там намного тяжелее. Я считаю, все-таки, проблемой первой, это не справедливость, которая в политике... Коррупцию вы назвали. Да, это часть. Тут еще, знаете, как одновременно не только коррупция, но когда не стараются заботиться о развитии бизнеса, понимаете? Пытаются, знаете, говорят, доят как, то есть они хотят доить бизнес, но не слушать даже, даже не выслушивать о том, что у них наболело. На самом деле, это та курочка, которая несет золотые яйца. И поэтому вот этого диалога нет, этого контакта нет, бизнес плывет сам по себе, я уже говорил. Правительство до этого, у Никиты Ильича особенно, за что я его критикал, оно плывет своей стороне, приглашая Пермяков. А сейчас, вы знаете, с приходом Игоря Владимировича, да, вот я не одобряю однозначно, когда, знаете, нам опять притащили варягов с других регионов, я не против, я не разделяю, это тоже граждане России, но я знаю, что есть местные люди, и они, как правило, почему-то... Нет их, Владимир Вениаминович, кроме вас вообще никто не проявляет себя, никак. Нет, погодите, вот, знаете, Светлана, у нас на Вятке есть проблема, знаете, какая? Я каждый раз вам здесь этот вопрос задаю, назовите фамилии, когда вы называете одного двух, они никуда не ходят. Испомните Сураева, который вас возглавлял, и шел там, он говорит, я возглавлю Думу. Бац, выиграла справедливая Россия, он прошел, но Думу не возглавил. Нет, погодите, мы говорили о том, что если оппозиция наберет больше голосов, и будет депутатский корпус, который позволит Василию Куприяновичу выбор, нам не хватило идти голосом. Но мы-то, когда его слушали, просто воспринимали его словом. Мы хотели Василия Куприяновича, хотя Елену Васильевну нежно любил. И я рада, что женщина сейчас у нас. Ну, я тоже этому рад, но Василию Куприяновичу, значит, был бы... Нет претензий к Василию Куприяновичу, есть вопросы к местным кадрам, о которых вы говорите. Я вот что-то не вижу эту слову. Вы знаете, я могу называть, вот у меня сейчас, вот если там меня слышит Илья Вячеславович или Игорь Владимирович, у меня есть пара десятков людей местных, которые не хуже... Вот у меня есть кандидатура на пост министра спорта, есть кандидатура министра образования. Кто это? Назовите, это вакантная должность здесь все еще. Вы знаете, во-первых, я без этих людей, без этих людей не имею права назвать, те, которые... А на каком основании тогда Вы их как кандидатов воспринимаете? Ну, во-первых, спортивная общественность обсуждает эту тему. Я как бы общаюсь... Выдвините, выдвините. Выдвинем, вот мы сейчас ведем... Ваше особое мнение, кто? Ведем речь. О ком? Мое особое мнение, я не могу без этого человека без разрешения. Он может отказаться, он же не обязан после Ваших слов куда-то идти. Нет, нет, он человек с характером. Кто, например, образование мог бы возглавить? Это очень проблемная зона. Ну, во-первых, ну я знаю, что Михаил Васильевич, вот понимаете, одно дело руководить школой, другое дело иметь стратегию сегодня. Сегодня, наверное, даже здесь над министерством должен быть хозяйственник, стратегический мыслящий, знающий, что такое государство, как оно строится. Одно дело строить школу, другую систему строить целую отрасль. В том числе образование. Ну, наверное, я тоже знаю спиток людей, которые могли бы, это хозяйственники. Это, возможно, директора заводов. Почему так? Потому что это прежде сегодня нуждается в образовании медицины. Кто же боялся директора завода возглавлять Министерство образования в проблемном регионе? Но давайте не забывать, кто у нас? Илья Вячеславович Шульдин. Он один из замов директора. Есть замы директоров. У нас есть прекрасные заводы, мощные. И там, вот я знаю, вы знаете, я можно даже пару десятков. Я даже на губернатора, вот, прекрасно мог бы справиться там. Кто? Мама Евгеннадия Александровича, завод Лепси, например. Мог бы быть губернатором Василий Куприянович Сураев. Мог бы стать там Смирнов Сергей Алексеевич, завод Маяк. Эдуард Строитель, да, Носков. То есть, понимаете, у нас есть, и это я только так вот по поверхности. Потому что нам нужны люди, которые, во-первых, работали первыми лицами и могут добиваться результата. Тем более, почему важно, что человек местный был. Он людей любит, понимаете? Вот, и здесь мы должны связаться. С нашим вопросом про налоговый бизнес, вы считаете, что это тоже одна из причин, что возглавляются профильные министерства люди, которые местный бизнес не знают, стратегически, может, и поэтому не мыслят. Чаяния выслушивать не успевают, потому что короткий период времени здесь находится, и контакта наладить тоже не успевают. Во-первых, к нам притащили, понимаете, людей, ну, пригласили, так скажем. Притащили. Ну, притащили, да, потому что без нашего согласия, я так считаю, знаете, да. Вот я общался со многими, неплохие ребята, но я знаю, у нас кировчан, по крайней мере, не хуже. Десяток, два, три, они есть. Но не называют Журавлёв их фамилии. Мы сейчас прервёмся на полминуты. Если бы я был готов, я готов созвониться с ними, получить разрешение. У вас есть полминуты позвонить, Владимир Вениаминович. Мы вернёмся в студию в честь 30 секунд. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, и это особое мнение Владимира Журавлёва, депутата Кировской городской думы. Владимир Вениаминович, ну, чтобы закрыть уже тему про налоговую бизнес, которую мы с вами обсуждали до перерыва, скажите, вот эта встреча, которая намечается между налоговой и правительством, она к чему может привести? Потому что вот налоговая пишет сегодня буквально на портале «Бизнес-новости», она достаточно резко отреагировала на материалы про кошмарик бизнес и пишет, что они действуют на законных основаниях, и у них всё в открытом доступе, и это абсолютно понятно. То есть, с одной стороны, с налоговой требуют собрать денег нам в бюджет, который вот такой вот у нас бюджет, он должен быть профицитным уже в следующем году, а это на работу налоговой наполнять его. С другой стороны, бизнесмены говорят, что их уже придушили на даже самый мелкий бизнес, не то что Крупняк там перевёл свои активы, да? И как вот эту грань, о которой говорит Чурин, вообще реально соблюсти? В двух фразах, если вы хотите. Вот можно я расскажу, да, кратенько, вот лично моё мнение. Я вот, например, у меня нет претензий к налоговой инспекции, у меня достаточно много крупных производств и предприятий, у меня нет претензий, да? Она строго, она проверяет, и всегда вот если идут какие-то, говорят, слушай, тебя проверяют, я говорю, да, проверяли, трясли, никакого нет, у меня там нет знакомства в налоговой, я никогда этим как бы не пользовался и не заводил даже. Если ты ведёшь бизнес технически, финансово грамотно и честно, то вопросов никаких не возникает. Второй момент, всё-таки я считаю, что основной причиной, но это моё мнение, кто-то может не согласиться, это прежде всего то, что прижало экономическая ситуация, которая сложилась у нас в стране, ну и в мире в частности, и в регионе. Ну и самое главное, вот смотрите, это как бы так вот обидно, это звучит, но это вот в воздухе витает, то, что власти наплевать на бизнес, понимаете? Не проводится никаких форумов, не спрашивают тебя. То есть не с налоговой надо власти отмечаться? Не с налоговой, то есть вот я хочу заступиться за налоговую в данном случае, у нас нормально, честно налоговая, она у нас и берёт взяток, понимаете, вот как я знаю, что в других регионах. Есть, конечно, один может быть недостаток, но опять же по закону она не обязана это делать, например, чаще подсказывать бизнесу, особенно правильному бизнесу, у которого не хватает экспертных экспертов, например, для того, чтобы правильно проконсультироваться. Вот этого, наверное, нет, но это небольшой недостаток. Самое главное, претензия к власти, которая не активизирует, не объединяет, говорит, да, трудно, я вас понимаю. Это, знаете, например, когда министр должен просто объехать предприятие. Вот я возьму нашего министра Ковичкова Алексея Алексеевича. У нас, по-моему, 14 молокозаводов всего лишь, ну и там с десяток мясокомбинатов. Он не на всех даже побывал. Столько лет прошло, он 13-й год, вот если мне не изменяет память, глава министерства и не идёт. Например, некоторые заводы никогда не получали ни дотации, ничего. А нужных заводов он бывает? Ну, на нужных я это знаю. Те, которые сусидии получают, он контролирует всё. И к вопросу, да, и мы чётко в сельском хозяйстве, у нас сотни миллионов идут в одну структуру, понимаете, одним и тем же людям, многим людям, в том числе по городскому бюджету. Мы с 2014 года сделали программу поддержки сельского хозяйства, и туда по 300, по 200, в этом году 165 миллионов, и получаете всё одни и те же. Если сейчас вот, а мы сейчас планируем вот это всё вскрыть, на областном уровне, я знаю, Чурин Александрович занимается, и вот мы на городском смотрим, это одни и те же люди, мне кажется, одни и те же программы, просто там. Закупка одного и того же бруния просто повторяется. Если это будет, будет уголовное дело. А там подоплюки к этому есть. То есть вы будете копать в министерстве сельского хозяйства? Я, у меня нет конкретно против, моё личное мнение, Алексей Алексеевич не соответствует должности министра, потому что за 13 лет там, по сведениям даже официальным, там больше ста колхозов просто прекратили существование, и ничего, и фермерские хозяйства, условно говоря, на этом не появились. Была принята глупейшая, я в моём понимании, позиция, совместная, боже мой, там с Никитой Юрьевичем Белых, что помогать только крупным хозяйствам, которые успешны. И вы знаете, какие-то туда миллионы были ввалены, там в 10-15 хозяйств, которые есть, а все остальные были брошены. Вот у меня, например, тоже есть сельское хозяйство. Да кто бы нам хоть чего-то дал, какую-то мы программу попали по развитию. Если вы говорите, что мы не обращались, так обращались. Мало того, вот знаете, даже вот я выскажу такой момент, он имеет, вот есть, проводится день сельского хозяйства, да? Ну, не всем молокозаводам, например, Котельницкому молокозаводу от Алексея Алексеевича, от министерства не пришло приглашение, хотя достаточно заметно, и налогоплательщик, и всё остальное. Ну, вот, понимаете, такая, мне кажется, это какая-то, ну, вот, не знаю, не хочу называть каким-то словом, но мне это не нравится. Я считаю, что этот человек должен просто уйти, потому что у него нет программы развития. Посмотрите программу развития на сайте области, если нам говорят есть. Её нет. Даже тезисно нет. Котлячков должен уйти, по вашему мнению. Однозначно, притом давно, и мало того, мне кажется, он там обеспечивает вот пиление вот этих всех федеральных средств, каких-то областных, при том в интересах, вот давайте посмотрим статистику. Вот у меня вопрос там к Чурину Александру Анатольевичу, к Игорю Владимировичу. Вскройте, посмотрите статистику, куда деньги уходят. Всё в одни и те же структуры. Поэтому мы не видим нормального развития. Я правильно Вас поняла, Владимир Вениаминович, что Вы прежде всего... То есть несколько претензий к Котлячкову, а это министра сельского хозяйства у Вас есть. Это, во-первых, Вы не видите в стратегии развития сельского хозяйства Кировской области. Её просто нет программы развития. Без программы, если Вы мне скажете, а мы что-то делаем, здесь нет программы. На самом деле, как опорную озвучивали, и там совершенно верно Вы сказали, что там в стратегии это развитие молочного животноводства Кировской области, и указано несколько конкретных хозяйств, куда и на что пойдут деньги. Но Вы справедливо заметили, что мы не слышим и не видим, а что будет с малыми предприятиями, и что будет с фермеровскими хозяйствами. Потому что Вы не первые здесь говорите о том, что фермеров бросили. Фермеры приходили в нашу студию, которая занимается мясным животноводством. Их несколько лет назад, во времена же Котлячкова, стимулировали на то, чтобы они покупали дорогие породы коров, которые дают мраморное мясо. Они затарились этими коровами, стада развелись, а субсидии бросили им поступать. То есть с этого года они не поступают, и на следующий год тоже не заложены. Порядка 10 хозяйств в этом году закрылось. И все, что мы вкладывали в эту мясную отрасль, она через какое-то время просто их под нож... То есть вопрос ни перепрофилирования, ни поддержки вообще никак не разбирается. Или разбирается? Вы слышали об этом? Нет, вы знаете, для того, чтобы руководить сельским хозяйством, необходимо определённое создание дорожной карты. То есть в регионе у нас в районах не хватает экспертов, бухгалтеров, финансистов, ветеринаров. Нужно создавать экспертные группы, которые могли бы консультировать. Из-за этого мы не можем применять некоторые вопросы. Приходят даже какие-то деньги, какие-то дотации с федерального бюджета, но они не решают главную вопрос. Мы не знаем, как они тратятся. Слушайте, это на самом деле такое резкое достаточное заявление. Вы сказали, что Котлячков должен уйти. Давайте резюмируйте тогда своими словами, а не моими. Каковы основные причины того, что он не соответствует своей должности? Ну, во-первых, за годы его правления у нас... Ну, вот есть такие сведения у коммунистов, я видел, что больше 160 колхозов просто исчезло с карты. Вы понимаете, что такое колхоз в районе? Если исчез колхоз, то исчезло и село. Вы согласны с этим? А это развитие территории. Второй момент. Нет просто программы, просто нет программы, куда идем, зачем. Да, он нам говорит, что у нас дебетовое молоко, то есть молока производится больше, чем перерабатывается, ну, потребляется, условно говоря, в регионе. Ну, так погодите, а что вы для этого сделали? А у нас, я знаю, что хозяйство и дальше продолжает развиваться, потому что сегодня сложилось, вот последние там 3-4 года, положительная конъюнктура на молочном рынке. И сегодня все хозяйства наращивают. Поголовье стада. Ну, что мы будем делать завтра? Вы знаете, что произойдет? Вот еще год-два, и уже сегодня избыток молока даже, вот оно растет, а потребление в регионе, у нас в основном молочные комбинаты, в отличие там, ну, из исключения в Вятушке, оно находится, они сбыт в своем регионе производят. И чтобы уходить в другой регион, ну, для этого нужна другая стратегия, другая поддержка, в том числе и области. Попробуйте, кстати, зайти в Татарстан, попробуйте зайти в Татарстан, попробуйте зайти в Татарстан, с молочным, мы неоднократно пробовали. Там просто протекционизм, и чужаков там не жгут. То есть угроза перепроизводства молока. Она существует, и тогда после этого, знаете, маленькие хозяйства, а молокозаводы просто начнут отказываться от них, переработчики, из-за того, что не могут больше продавать молока. Маленькие хозяйства снова будут схлопываться. Вот эту ситуацию нужно поддерживать, если скажут, зачем поддерживать, да потому что если не будет какого-то хозяйства, пусть даже фермерского хозяйства в районе, вы знаете, деревня вымирает, закрывается, нам нужна эта проблема социальная. О людях-то кто-то должен думать, должно думать государство. У Котлячкова ни разу не было какой-то программы-стратеги, учитывающей, а что будет через 5 лет, а что будет через 10 лет, а откуда будем брать трудовые ресурсы, а в какую сторону идти. Понимаете, одному председателю колхоза в сегодняшней стратегии, даже сегодня наше всеуспешное хозяйство Куменского района, например, и там есть там в Котельниче хозяйство, там еще где-то крупное, они через какое-то время не застрахованы от того, что они начнут тоже загибаться. Почему? А что в районах-то говорят? А в районах ничего не говорят. Вы знаете, у нас, к сожалению, сегодня есть кадровый голод. Мы не можем нормальный глав посылковых и районов выбрать. Сегодня кадровые... Муниципалитеты обезглавлены, районы обезглавлены. Да, есть кадровые проблемы. Умные люди уезжают, к сожалению. У нас сегодня территория пустеет, особенно в районах. У нас, не забывайте, 32 района, и нужно по каждому создавать программу. А их создавать некому. А у людей в головах... Вот я считаю, что министр, это сегодня на стыке. Это, ну пусть не кандидат наук, но у него должно в совете быть несколько кандидатов, может быть, докторов наук, которые в этой сфере работают, понимаете, с привлечением политеха, сельхозакадемии. Вот, понимаете, если брать финансовую сторону, там какую-то сельскохозяйственную, нам необходимо... Вот если мы делаем, молочная промышленность, она у нас стратегическая, правильная, она может нас кормить, как нефтяная, как нефтегазовая, например, Тюменскую область. Но для этого нужна работа как минимум десятилетняя, планово выстроена, а сегодня близко нет. Посмотрите, плана развития области нет. В цифрах, сколько хозяйств, куда идут трудовые, где будем брать кадры трудовые. Да, ну... Есть в Акханале, есть, понимаете, болото, которое не двигается ни влево, ни вправо, а этот человек продолжает работать. Плюс к нему есть, у нас есть такая вещь, ну, я еще много говорю негативных вещей, которые... Слабы минуты до перерыва. ...в регионе, которые существуют, а есть совсем некрасивые вещи. Ну, вот... Какие некрасивые вещи? Ну, есть определенные приписки в каком плане. Вы знаете, что у нас отчетность немножко нарушена. Несколько лет назад, когда область приняла решение за высший сорт молока добавлять к каждому колхозу полтора рубля, помните, я говорил, в Татарстане эта сумма где-то порядка 6,8-6,90, в Удмуртии 4,40-4,60, и в Мариал тоже самое где-то 4,40-4,50, вот такая сумма, ну, по соседям, по нашим. У нас всего полтора, то есть мы уже в неравных условиях. Почему к нам едут осенью из Татарстана, с Удмуртии, с Мариал, скупают молоко, потому что у них есть дотация, она позволяет в рынке держаться. Но граница, например, Кировской области, Мариал, и Удмуртии, и Татарстана наряда. То есть мы получаемся в неравных условиях. То есть татарские, например, фермеры, татарское хозяйство, оно более, из Татарстана, оно более получается в экономическом положении. Регионы, как известно в России, вообще очень неравные. Если мы сами не можем до этой же степени поднимать, у нас бюджет не такой. Так эти полтора, мало того, полтора рубля, во-первых, фактически не платятся уже несколько лет, полтора года, два. Вот. Но есть еще и существует там такой момент, что тогда давайте выходить на правительство сельского хозяйства в России и говорить, как в Евросоюзе. В Евросоюзе вот эта дотационная политика, она отрегулирована во всех странах 28 Евросоюза. Дотация на литр молока она существует, она известна, 56 процентов. Но платят ее, например, в Латвии латвийское правительство, в Бельгии бельгийское, в Германии германское, она норма. Потому что, если дотация будет превышать в одном регионе, а немцы могут дать большую дотацию, то немецкое молоко, условно говоря, пусть даже при сильных затратах оно хлынет, там задавит латвийское, эстонское поиски. Это чья задача? Как это можно решить? Это задача министра. Ведь мы страдаем Кировской области, значит, это задача министра сельского хозяйства Кировской области. Только ли его? Ведь у нас есть еще комитеты по сельскому хозяйству в областном законодательном собрании. Я это понимаю, но инициировать должен тот, кто владеет цифрами. К сожалению, депутатский корпус часто, ведь мы, все думают, что мы получаем зарплату, для нас это общественная работа, для меня общественная работа, я трачу свое собственное время. Значит, там депутаты ОЗС, особенно представители колхозов, там очень много, мы не видим все цифры. Цифра должна, вот, одним человеком, отомнициативского хозяйства, он должен анализировать и в виде продукта озвучивать и предлагать какие-то решения. А сегодня это вообще не делается, понимаете? Нет, никакой мысли, мысль даже не звучит. Прервемся на две минуты, оформим свои мысли и снова выйдем в эфир. Особое мнение сейчас в эфире, у микрофона работает Светлана Занько, свое особое мнение высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Ну вот у нас тут обсуждалось, какие вопросы в оставшееся время мы можем озвучить и на сей счет порассуждать, но Владимир Вениаминович предложил обсудить предложение господина Пантелеева, который имеет отношение к биохимзаводу, и который заявил, что тарифы на тепло в Кировской области могут быть в 10 раз ниже. Я оставлю это на после городские новости, потому что у меня большие сомнения, что мы здесь даже за 10 минут сможем толком это обсудить, но тем не менее. А пока мне хотелось бы все-таки вернуться к заседанию городской думы, которое прошло на прошлой неделе, и это было первое заседание для господина Шульгина, который теперь возглавляет администрацию города Кирова, Илья Шульгин достаточно, если не громко, то ярко высказывался по поводу того, что обсуждалось. То есть, вот говорит сам Шульгин не громко, но очень четко, особенно если ты читаешь его тексты, понимаешь, что человек жестко достаточно стелет, правда же? Нет, он не пытался смягчать углы, что называется. В частности, он высказывался и по предложениям по приватизации муниципального жилья, и по как раз социальной роли строителей, по которым он так проехался, сказав, что не несут социальные нагрузки, в то время, как в Казани, например, 20-30% жилья иных площадей отводятся застройщиками под муниципальные нужды, у нас эта цифра близка к нулю. Ну, вот, во-первых, он говорил не жестко, тихо, да, он тихо, правильно, но он говорил конкретно. Жесткость мы оценим в конкретности. Он заместитель бывшего крупного завода директора по технической части, человек технически грамотный. Вот я пример привожу, что нам нужны люди на таких постах, которые с хозяйственным опытом, они хозяйственники, они привыкли не говорить, направление определять, а конкретно добиваться результатом. И поэтому их речи, они конкретны. Раз, два, три. Все. Первый вопрос. Второй вопрос. Вот то, что он говорил, почему в Татарстане при одинаковом законодательстве, оно одинаково в сфере жилищного развития, оно одинаково было. А почему в Татарстане сумели добиться, хотя те же законы, а у нас нет? Потому что у нас не было политической воли, политики, тезисная, которую мы бы могли выразить, пусть она может быть напрямую из законодательства застройщиков не обязывает. Ребята, выстроите отношения. Какой застройщик будет грамотный против власти, если она разумная, справедливая, некоррупционная? Если она некоррупционная, она тебе не подыгрывает. Например, играть против. То есть, мы в союзе, ребята, мы вам предоставляем возможность застраиваться, цена такая-то, но вы планируете и за свой счет, как в Татарстане. Детские сады, школы. Мало того, там даже, знаете, в Татарстане вот такая вещь. Ты построил дом, тебе сразу нагрузка. Продуктовый магазин, спортивный, то есть, и какой-то медицинский. И, например, там положено, например, на такой-то дом, там, 100 метров, спортзал. Власть даже не интересует. И если сам застройщик не организует, например, находит арендатора или просто продает какой-то сети, которая открывает, здесь спортивный зал фитнеса. То же самое, там, детское дошкольное образование, там, изобразительное студие, там, хореографическое, музыкальное, языковое. Все то же самое в этом доме на первом этаже. Сам застройщик об этом заботится. Иначе он не выполнит план застройки. То есть, к нему могут быть какие-то там санкции или еще что-то применены. Почему при этом нам всегда, вот, наша власть, наши первые лица говорили, мы не можем застать бизнес. Да потому что они срослись со многими и были в финансово заинтересованных отношениях. Понимаете, я не особо неюсь коррупционным. Это коррупционные взаимоотношения вы описываете? Конечно. И, а в некоторых случаях просто некомпетенция. Ну, вот, когда военный начинает, ну, вот, у него же другие мысли. Он привык разрушать. Понимаете, вот человек... Вы сейчас Владимира Васильевича опять имеете? Ну, у нас, кстати, не только военный. Не соскучились по нему все в доме, У нас директор, конечно, скучает. Кировской. Вот вы, кстати, знаете, представляете, меня поздравили с днем рождения двое человек, которые вот... Неожиданно. Неожиданно, при том в писемном виде. Это вот поздравил Василий Купрянович Сураль, за что я вам спасибо. И Владимир Васильевич Быков, за что ему тоже спасибо, приятно. То есть, это к вопросам, что у нас с Владимиром Васильевичем там чуть ли не война идет. Смотрите, какая история, Владимир Вениаминович. Все-таки говоря, там, цитируя Шульгина, вы, я так понимаю, соглашаетесь, что действительно строительный бизнес не несет никакой социальной нагрузки. Говорит еще Шульгин, что зато у нас в городе самая дешевая недвижимость, никому не нужная, говорит он. Состройщикам стоит задуматься, стоит ли дальше строить различные озерки и так далее, где вообще ничего нет, кроме дорожек, дорог и все. В то же время, вступая в свою должность, Илья Вячеславович говорил, что территория Квату будет отдана под жилую застройку. Правда, после этой фразы как-то развитие ничего там не получило, но тем не менее, эти слова были сказаны, и как вы относитесь к жилой застройке как раз территории Квату, учитывая, что, насколько мы помним, на СИП между улицей Московской и Лепсе от Октябрьского проспекта до Производственной что-то не было видно, что строились какие-то социальные инфраструктурные объекты, там детские садики и школы, а вот дома-то там все выше и выше. Ну, во-первых, вот мы тут на последнем заседании думы к этому вопросу вернули, что, знаете, вот часто из контекста у какого-то выступающего берется фраза и озвучивается, вот, например, про 500 миллионов по центральному внуку с Еленой, Васильевной мы, но это такой резонанс большой, она на самом деле просто спросила Татьяну Анатольевну Поломске, а сколько вы считаете можно продать, так сказать, 500 миллионов, и это не Елена Васильевна сказала. Поэтому тут то же самое, там в районе Квату, вот я подразделяю, я знаю, там четыре участка земли, вот какой имел в виду Илья Вячеславович или та земля, которая частная и там застраивает одна из строительных компаний. Это вы сейчас в КССК имеете в виду? Да, 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 да. Вот в ту сторону. А на частная на кому принадлежит эта частная? Ну, там на физлицах, я... На разных физлицах? Да, 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 в закрытых. Вот, а вот или он имел в виду та, которая была Министерством обороны и сейчас передали Прительство области. Вот о чем речь в этом, в данном случае. Поэтому надо еще раз уточниться у Ильи Вячеславовича и тогда получить полный ответ. Я из выступления Ильи Вячеславовича как раз услышал, что он против этой бездумной, точной... Он же сказал, я против точной застройки. Зачем? Жилья сегодня достаточно. А вот то, что у нас социальную инфраструктуру мы провалили, за что отвечает власть. Я помню там Владыкин, Быков Владимир Васильевич, Владыкин Валерий Николаевич, Перескоков, Драный Дмитрий Николаевич всегда отчитывали, сколько построили жилья. Я им всегда говорю, ребят, так не мы строим, частники строят. Власть городская отвечает за социальную инфраструктуру. А вы знаете, у них как бы... властью, что люди приходят не готовые управлять именно городом. Некомпетентные. Но тоже все наши, между прочим, не варяги вообще. Погодите, нет, Быков Варяг, Владыкин Варяг. Да, вы что? Конечно. Они родились не здесь. Ну, погодите, вот родиться и жить, это разные вещи. Может, мне тогда встать и выйти с этой радиостанции, раз я не здесь родилась. Нет, нет, я как раз не сторонник, просто есть определенная система. мы так далеко зайдем, на самом деле. Вот, и поэтому как раз люди, вот Александр Викторович Перескоков, связано было большие надежды к нему. Ну, и он многие вещи как бы внес управленческие, однозначно. Укрепилась администрация города. Но ему не хватило то, что он последние много, там, 10-15 лет работал в кабинете. Да, давайте мы к человеку современности. Давайте я все время вас на каждой нашей программе призываю смотреть здесь и сейчас и вперед, а не назад. А вы очень любите оглядываться назад. Погодите, вы же знаете историю. Подождите, пришел Шульдин, я о нем сейчас хотела сказать. И еще немножко о Елене Васильевне Ковалевой, если успею. Давайте. Какое впечатление на вас, Илья Вячеславович, произвел? Ну, во-первых, однозначно человек, во-первых, светлого, То есть, для меня это тоже важный момент. Светлого? Светлый, да. Энергетический? Да, да, это очень важно. Кстати, вот, Елена Васильевна, Рябов Алексей Николаевич они светлые люди. Понимаете, совесть, убедная, что вот эта совесть, мы так перефразируем, совесть, она у них есть. Это уже хорошо. То есть, главы города у нас с совестью. Аппарат главы города и два зама, да, Елена Васильевна, у них она есть. Это уже обнадеживает, то есть, это чтобы там, людей в этом возрасте как бы на что-то вот. Возможно, такая некомпетенция по незнанию. Я, Вячеславович, однозначно, тоже светлый человек, и что меня в нем подкупило, он хозяйственник. Вот я это услышал в его словах. То есть, дайте мне послушать человека, я скажу, на что он способен. Он конкретик. Он хозяйственник, поэтому он будет решать вопросы. Но теперь самый важный вопрос. Город – это коллективное управление. Какую форму он выберет? Я бы, знаете, вообще хотелось бы сказать мое понимание, как вот Игорь Владимирович Васильев определил на введение элементарного порядка в политической области, я полностью его поддерживаю. Хотя это, может быть, позиция выбрала какой-то хаос в управлении. В правительстве области. Но, по крайней мере, убрали всех некомпетентных людей. Вот большинство министров, вот оно просто не соответствовало во многих случаях, просто не соответствовало уровню или этой отрасли конкретной. К Шульгину возвращаемся. К Шульгину возвращаемся. Вот его задача теперь, кого он, я думаю, со старым составом администрации города, я бы поменял всех бы занов. Вот если там не было какое-то там, может быть, год-полгода назад другое мнение, по одному, по двум еще человекам. Сегодня я понимаю, что мы все носители какой-то, понимаете, какой-то энергетики, какой-то программы старой. Их нужно поменять, зама всех. В среднее звено можно оставлять, те, которые исполнители. А вот зама бы поменять и двигаться. Но хочу Леонид Вячеславовичу сказать, что он не стал бы ставить ставку на опять же, на варягов. Там, кого-то с Татарстана, может быть, с Московской области. Потому что это, знаете, что вызывает? Они, вот когда человеческие компетенции, они основаны на коммуникациях. И человек, не зная местных людей, начинает, проще ему выстроить, как бы, притащить проверенных или знакомых. Я думала, что человеческие компетенции, если ты чиновник, руководишь каким-то хозяйством, не столько на коммуникациях, основанных, сколько на знании предмета, а уж потом на коммуникации. Я имею в виду, на коммуникации тех людей, которые работают раньше. А то у нас коммуницировать, и все за чашкой чая хорошо умеют. Владимир Вениаминович. Погодите, говорят больше, на большинстве с вами ни о чем. Ни о чем. А нужно говорить предметно. И у нас кирея таких людей, я готов Илье Вячеславовичу, пусть открытое как предложение, я тоже готов 5-6-7 человек, притом они в последние годы работали, там, не вся на первых, как бы, ну, не на первых ролях, но они вторые, третьи, они прекрасные исполнители. И они исполнители, они не политики. Шургину нужно полностью поменять в сетцам. Я считаю, что да. Это мое мнение. И это даже не сместное. Да. И вот я бы такой же дивизиал, наведение элементарного порядка в городе. Он сегодня об этом сказал. Мы столкнемся с проблемой, мы не можем найти, а кто отвечает за это. У нас осталась одна минута, и хотелось бы несколько слов о Елене Васильевне Ковалеве. Вот буквально нескольких. Елена Васильевна, как вам работаете вместе? Ну, мы с ней уже, у нас несколько было столкновений таких, но они, я считаю, что профессиональные. Однозначно светлый человек. Я тоже рад, что у нас глава города женщина. Второй момент и третий момент. Единственное, что бы хотелось пожелать, ей не хватает откровенной компетенции. Вот, в принципе, всему составу Думы вот не хватает того понимания, чем она занимается. Она всю жизнь занималась финансами. Это именно создание политики. То есть, вот я предложил создать программу, что мы будем делать на год и на пять лет. Тезисно. На каких, по крайней мере, направлениях мы должны сконцентрироваться. То есть, на первом месте у нас это, на втором, это на третьем, на четвертом, на пятом, это на тезисную программу. Иначе мы опять начинаем скакать из одного, во второе, в третье, в четвертое. И мы же начинаем какие-то принимать решения микро. Хаотичные. Она хорошо разбирается в финансах, она хозяйственник, в общем-то, но здесь... Нет, она не хозяйственник. Она чиновник, она была министром финансов, она знает структуру финансов. Но нужно больше, Леонид Васильевич, в ней вникать. А вот эта статья, а куда денежки-то пошли? А насколько эффективна? Мне кажется, с этим-то она разберется, как финансист. А вот мы видим уже, что... Не разбирается? Нет. По крайней мере, не хватило времени. Погодите, этого мало. Я вообще считаю, чтобы главой города стать, нужно до этого поработать замом главы города пять лет. Где? В этой же, понимаете? Конечно. А потом на второй срок? Ну, наверное, да. В идеале. Поэтому человек, который не знаком с думской работой, вот изначально, ну, это сложно, понимаете? Да. Все, завершилось время нашей программы. Благодарю вас за это особое мнение. Владимир Журавлев был в нашей студии. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания.